всем привет стоит ли покупать iphone 12 pro max кому для чего он подойдет а кому лучше держаться от смартфона подальше разбираемся подробно поехали этот красавец из 2020 на момент записи видео ему два с половиной года по меркам айфонов в таком возрасте молодость с безрассудной удалью уже уступили место расчетливому холоднокровью четкому пониманию своих сил и рациональному подходу к стоимости если вести речь про был рынок в полностью рабочем состоянии на досках объявлений 12 pro max можно найти цены минске называю в долларах потому что не все знают курс белорусского рубля можно найти от 590 долларов что не только адекватно ну и почти вдвое дешевле не активированного pro max в минске от 1040 долларов больше 1000 баксов за телефон возрастом два с половиной года это перебор добавив всего лишь 210 долларов можно взять 14 pro max такой аргумент закатывает в асфальт мое желание покупать не активированный не бывший в употреблении гаджет а необходимость выискивать айфон очень серых продавцов надежно прихлопывает его сверху в моих глазах покупка этого айфона новым означает утилизацию своих сбережений во имя ничего возвращаемся к теме был что вы получаете и что нет вместе с про максом во первых и это важно в большом айфоне стоит адекватная батарея когда она новая то творит чудеса я делал ролик о попытке прожить неделю вы не ослышались неделю на одном заряде pro max а было сложно безумная экономия миллиампер телефон всегда в режиме консервированного овоща и не очевидный финал если интересно ссылка на видео в описании на рынке был в основном продаются модели с остаточной емкостью батареи восемьдесят семь девяносто процентов скорее всего этого хватит для целого дня активного использования в самом распространенном понимании слов активное использование то есть пять шесть часов экрана в основном для соцсетей и интернета про макси есть беспроводная зарядка которую apple почему-то считает быстрой максей в реальности айфону с остаточным здоровьем батареи восемьдесят семь девяносто процентов понадобится около трех часов чтобы набрать полную емкость это будет не просто долго но и вредно поскольку максейф выделяет тепло как полноценная грелка добивая тем самым батарею зато проводная зарядка у pro max адекватная и довольно шустрая с нуля до 50 процентов смартфон зарядиться за полчаса правда для этого нужен 20 ватный блок который в комплект не кладут в коробке с айфоном не будет вообще никакого блока зарядки ведь кому-то пришла гениальная мысль что в коробке с дорогим смартфоном достаточно кабеля и наклейки с про максом не работает известная страшилка про отключение на морозе батарея даже был достаточно хорошая чтобы работать в минус 20 без проблем гарантирую что руки замерзнут быстрее чем айфон хотя бы намекнет на будущее отключение за без малого 600 долларов дисплей этого смартфона дает только 60 герц это как минимум странно без сомнения за эту сумму можно найти смартфоны других брендов с экранами плавнее радует только то что больше претензий к качеству изображения нет если удастся приспособиться к не самой плавной картинке то в остальном дисплей порадует это отличный о лет безо всяких скидок на возраст и оговорок в стиле хорош для своих лет он крышесносно четкий натуральный притягательно сочный приятный без перегибов контрастный достаточно яркий для любого разумного использования во всем кроме плавности он отличный или как минимум очень очень хороший если вы другого мнения пишите в комментариях аргументированную позицию будет интересно почитать теперь важная деталь 12 pro max это для тех кто кайфует от большого дисплея кто готов держать смартфон в основном двумя руками и не боится оттопыренного гаджетом кармана в пиджаке или штанах то есть для таких как я а еще он для тех кто любит играть на экране в 6,7 дюйма все элементы управления крупная картинка четкая яркость отличная а батарея адекватная и конечно производительности хватает для любых приложений по запросу самые требовательные игры из appstore google выдает вот это проверяем как они работают на pro max сейчас увидите картинку спустя примерно один час игры я дал телефону возможность нагреться и он ей воспользовался температура около 40 градусов в районе процессора но при комнатном освещении изображение остается достаточно ярким она фризы и подтормаживания нету даже намека этот же смартфон хорош как навигатор записная книжка быстрого доступа и просто удобный гаджет не в последнюю очередь это происходит из-за рамки вокруг дисплея она идеальная достаточно узкая чтобы не раздражать и достаточно широкая чтобы избавить от ложных срабатываний при ежедневном использовании смартфона по сути у меня только одна претензия к нажатию на дисплей 12 pro max и та по вине операционной системы я про смену обоев с рабочего стола мне до искор в глазах надоело видеть предложение смены обоев когда достаю смартфон из кармана или просто держу его за дисплей или заднюю крышку я знаю что не один меняю обои но от силы раз в месяц надоедливый экран вижу два-три раза в день apple ради всего святого дайте возможность отключить эту опцию еще у дисплея нет функции always on как 14 pro max и правда ее реализация в последнем мне не понравилось так что отсутствует штука которую например я не хочу иметь отличный звук шикарный правда с приставкой как до смартфона стереоэффект ощутимый iphone понимает в каком положении он находится и сам меняет левый и правый канал воспроизведения звука если вы знаете людей которые недовольны звуком про макси попросите пусть напишут в комментариях что конкретно им не нравится вернемся бесячим чертам в айфоне металлическая прочная к деформации адски непрактичная и до бессовестности подверженная мелким царапинам вымазывающаяся даже от мимолетного прикосновения боковая рамка кто-то в apple сказал а давайте сделаем боковую рамку из дорогой крепкой нержавейки а потом с ехидством добавил и отполируем ее чтоб блестела как зеркало собирала отпечатки с царапинами быстрее чем нло офигевшие взгляды зато других претензий дизайну нет матовое стекло образец аккуратной сдержанности плотная монолитная сборка в которой люфты или нестыковки появляются только от некачественного ремонта несколько портит картину несерьезный подход к влагозащите когда на презентации со сцены гордо вещали про ip68 но в реальности любые поломки от попавший в корпус воды это проблемы владельца гарантии они никак не покрываются даже если телефон выйдет из строя сразу после покупки от того что вы на глазах продавца apple store капните на него из пипетки в принципе больше ничем серьезным iphone 12 pro max в плане ощущения дизайна не отличается 13 pro max а или 11 pro max а большая лопата с бессовестно приятной картинка на экране с автономностью верблюда и престижностью особняка в центре лондона мне нравится примерно также дело обстоит с камерой как вы понимаете этот модуль apple уже дважды улучшила после выхода 12 pro max оба раза заставив фанатов открывать рж ты от восторга во время показа дизайнерских безупречных промо роликов на презентациях говорят кто-то даже вывихнул челюсть но в реальной жизни ничем серьезным качество фото и видео на 12 pro max не отличается от самого последнего айфона и это хорошо для про макса он все еще молодец это всепогодная мини-видеокамера фотоаппарат ему не важно сколько вокруг света какие цвета в картинке он просто делает свою работу качественно с ним не придется копаться в настройках достаточно открыть стандартное приложение навести объектив нажать белую большую кнопку телефон вместо владельца сделает крутой кадр единственная обстановка в которой pro max пасует теплые тона от легкого бежевого до насыщенно оранжевого когда баланс белого получается не лучшим разумеется у про макса нет отдельных самых последних функций автофокусов фронтальной камере фотоник энджина для улучшения качества фото экшен-мода для плавной видеосъемки пятиядерного графического процессора окей это не про камеру но тем не менее здесь только 4 ядерный стабилизации матрицы второго поколения тоже нет как и фотографических стилей нет макрофотографии киноэффекта при записи видео нет прорез но этот внушительный список отсутствующих возможностей для большинства людей можно сократить до двух слов ничего важного если вы пользуетесь смартфоном как обычный владелец то включите все эти новые фишки раз или два за год по итогу 12 pro max это все еще крутой смартфон с улетающим в космос ценником за новые экземпляры поэтому лучше брать был он подойдет тем кто хочет достаточную автономность скорость плавность отличную картинку и антураж apple от него лучше отказаться тому кто не привык к огромным смартфонам или жаждет непременно 120 герц но если вы хотите больше видео про apple iphone и софт секрет и так далее кликайте по ссылкам или заходите на канал спасибо что посмотрели полностью пока